Фильм Звягинцева «Левиафан» Фильм Звягинцева «Левиафан» Фильм Звягинцева «Левиафан» Вот этим дают. Вот если бы сняли про Соединенные Штаты такой фильм, ну режиссер бы, наверное, в Соединенных Штатах моментально бы оказался под судебным преследованием, а может быть даже и реально в заключении. А по отношению к России это все сразу шедевр мировой киноклассики. И вот здесь каждый, кто говорит «ку» перед этим фильмом, он говорит «ку» по отношению к тем надгосударственным системе, структуре управления, с которой он имеет взаимоотношения. То есть да, мы признаем, что Россия вот такая, которую нужно задушить. Левиафан это змей, которого надо убить. То есть государство, вот Россия в таком виде, она приговорена. И вот фильм, такой тест. Вы согласны с тем, что Россия как государство должно прекратить свое существование? Да, нет. Кто говорит «ах, шедевр», «ах, это самое», он говорит «да, Россия не имеет права существовать как государство». Россия — удел колонии в той или иной мере. Пусть даже это будет колония типа Соединенных Штатов современной. То есть вот ни для кого, опять же не секрет, есть целое течение, кто доказывает реально, что Соединенные Штаты никогда не были суверенным государством, они всегда были колонией Великобритании. А война за независимость — это ширма определенная для страновых элит и для перемолота определенного ресурса. А так вот, из России сделаем такого же жандарма мира, который будет выполнять определенные функции, но не будет самостоятельной страной. Она вместо своей концепции глобализации будет вести концепцию западную. Вот кто так говорит, тот этот хвалит. А кто стоит на позиции «Россия — самоценность», «Россия — сама цивилизация», «У России своя концептуальная власть», тот, естественно, этот фильм хвалить не может. Я не говорю о том, что он будет его как бы прицать публично. Надо понимать состояние нашей элиты, что многим приходится в этом отношении маневрировать. В той или иной степени как-то выражать свое мнение так, чтобы потом можно было сдвинуть оценку Левиафана в сторону того, что это неприемлемо для России. И это не российские реалии, это американские реалии, это чуждые этические проблемы, которые сюда навязаны исключительно теми создателями фильма, которые искренне и глубоко ненавидят Россию. В том числе и особенно консультанты, которые спасибо за привязку событий, как вот это все это встроить в российскую действительность. Вот они ненавидят Россию по-крупному. Они ищут слабые места для того, чтобы реализовать западный сценарий. Но, к сожалению, и наши СМИ, и наша элита приняли участие в продвижении этого фильма. В частности, он получил финансирование из госбюджета. Ну, это прежний министр создавал. Сейчас уже, я говорю, есть логика намерений, есть логика обстоятельств. Сейчас, какой бы министр ни был, он не может уже финансировать подобные антирусские проекты. Не может, просто не может. А что касается элиты, ну, я уже говорил, проблема России в ее элите. Постоянно, всегда на протяжении истории элита придавала интересы страны и народу. Всегда. Вот, посмотрите, любые, начиная с крещения Руси, которое привело к полномасштабной гражданской войне, распаду единого государства на мелкие усобные княжства, да, которые были потом собраны в результате Ордой, вот, это первое, так скажем, объединение, которое не позволило полностью распадаться России. Я не говорю, что оно распалось бы, если бы не было Орды. Был бы другой механизм, потому что у народа есть определенная устойчивость, значит, она будет реализована. Кап страна. Кул! 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 Кул!